Шестистраничный рассказ «Фантик» – одно из первых опубликованных произведений Ульяны Васильевой Лавриени. Жительница Щелкова написала его в 2018 году карандашом, простым и понятным языком. По сути, это семейный диалог писательницы с мамой, о самом сокровенном и личном. Вообще он писался для домашнего пользования, для того, чтобы детям, внукам передать эту информацию, которую знал я. Я не собиралась это публиковать, не собиралась это на широкий суд выставлять. Но потом, по мнению близких, было принято решение, что это интересно будет всем. Ульяна Васильева Лавриени – лауреат Национальной литературной премии «Писатель года-2018» в номинации «Дебют». Этой осенью рассказ «Фантик» прошел в финал литературного конкурса «Классики и современники». Ежегодно литературная газета и Российский союз писателей выявляют талантливых авторов, пишущих в традициях русской классической литературы. Жюри присудило первое место в номинации «Проза». Главный критерий оценки – высокий художественный уровень. Публикация рассказа в интернете вызвала широкий отклик у читателей. Кто-то узнал в героях своих бабушек, кто-то себя в детстве. В воспоминания мамы Людмилы Егоровны Васильевой о трудном довоенном времени в Великой Отечественной войне дочь записывала украдкой на любительскую видеокамеру. Как обычно проходили эти съемки. Это вот так вот на коленке камера, потихонечку, полигонечку, только-только пальцем, чтобы не привлечь внимание. Иногда это расфокус, иногда это, как называемые, китайские съемки, где слышен только голос. Детство в Удмуртии, эвакуация на Урал, службы на морском корабле. Истории, поведанные самым дорогим человеком на свете, зацепили Ульяну, восьмого и последнего ребенка в семье. Поселились в душе, не давали спать по ночам. Не было бы рассказа, смогла бы Ульяна Евгеньевна найти место захоронения дяди Якова Ефремова, маминого брата, погибшего в Великую Отечественную войну. Спустя 75 лет неожиданное известие о красноармейце прилетело с маминой родины. От сотрудницы музея, прочитавшей рассказ. Вот что Ульяне Евгеньевне сказала знакомая. В этом году, 7-8 мая, его останки нашли поисковики и ищут родственников. И мы, говорит, обошли всех в деревне. Никто не знает, кто это такой, потому что столько лет прошло с того времени. И единственная зацепка. Вот в твоем рассказе «Фантик» я прочитала, что у мамы был брат. Нынешний год для Васильевой Лавриени знаковый. При поддержке Ордкомитета премии «Писатель года» вышел ее первый сборник «Ацидантера». Есть в природе такое цветущее растение. В основу книги положена одноменная повесть, новеллы и рассказы, в том числе «Фантик». Несколько экземпляров автор намерен передать в Щелковскую центральную библиотеку. Михаил Налетов, Сергей Василевский. Щелковское телевидение.